Всем привет! Вы на канале Тренер Хапаев. Сейчас я попробую вам показать, убедить вас или открыть глаза на какие-то вещи про коксоартроз, про суставы и их строение. И как бы сделать акцент на то, что важно в этой истории. Сейчас некоторое предисловие по кислотно-щелочному балансу. Вот немножко послушайте, потом вы поймете вот эту всю связь. Кислотно-щелочной баланс относительно постоянной величины, которая представляет соотношение между щелочью и кислотой в той или иной среде. Баланс величины измеряют показателем pH. Он отражает количество H+, ионов водорода в определенной среде. Уровень pH варьируется от 0 кислая среда. 0 это кислая среда. До 14 это щелочная среда. Норма... То есть 14 это щелочная, 0 кислая среда. Ну запомнили для того, чтобы ориентироваться дальше. Нормой для человека считается среднее значение около 7. Ну вот такой индекс, да? Вот 0 это кислая среда. То есть это отсутствие щелочи. И 14 это щелочная среда. Значит, если верить истории, то первая мысль о влиянии пищи на кислотно-щелочной баланс появилась у людей около 100 лет назад. Тогда исследователи изучали воздействие диеты на свойства мочи. В результате стало ясно, что растительная пища делает ее более щелочной, а животные белки кислой. После исследователей начали сжигать определенные продукты питания и измерять pH полученной из золы. Выяснилось, что показатели разнились. У одних продуктов pH был со смещением в кислую, у вторых нейтральный, у третьих щелочная. Исследователи выдвинули теорию о том, что продукты изначально имеют разную кислотность и по-разному влияют на организм. При их употреблении в то время процесс пищеварения сравнивался с процессом горения. Интересно, да, что так вот раньше думали. Благодаря развитию их технологий ученые удалось узнать о влиянии пищевых продуктов на изменение кислотно-щелочного баланса немного больше. И вот что они выяснили. Значит, какие органы и системы в организме регулируют кислотность? Кровь, желудочный сок, слюна, другие жидкости в организме имеют разную кислотность. В желудке более кислая среда, кровь щелочная. А pH слюны постоянно меняется в зависимости от потребляемой еды. Обменные процессы, протекающие в организме, приводят к образованию H+, и углекислого газа. Для их нейтрализации все органы функционируют сообща. Ученые из химической лаборатории пищевых продуктов. То есть, я что хочу сделать акцент на чем? Что вот в каждом органе, вот еще раз, кровь, желудочный сок, слюна, синавиальная жидкость, наконец-то я произношу это слово, имеет разную кислотность, да, разную среду. То есть, у нас нету вот в организме такой вот, чтобы у нас вот стоял там, допустим, индекс 7, да, вот один. Что в крови, что в слюне там, что в лимфо. Везде у нас разная вот эта кислотно-щелочная среда. В чем сложность? Почему сложно это все? Значит, почки, так, ученые из химической лаборатории пищевых продуктов Колумбийского университета провели исследование, доказали. Почки связывают гидрокарбонат с ионами водорода, что в итоге приводит к высвобождению угольной кислоты. Впоследствии они делятся на две составляющие. Воду, которая затем насыщает клетки и преобразуется в кровь. Углекислый газ, который на вдохе попадает в легкие. Также сложно, слаженно работают другие органы и системы организма. Например, вместе с мочой выходят остатки кислот из щелочи. Поэтому при сдаче анализа мы можем заменить, мы можем заметить, что pH мочи всегда разный. Буферные системы крови выполняют роль смотрителя. Они контролируют присутствие водорода, свободных ионов в крови. При повышенной кислотности в организме, когда H становится много, эти системы мгновенно связывают. Их предотвращают последствия закисления. Закисление, да, известное выражение для спортсменов. Последствия злопотребления закисляющими продуктами. Выяснилось, что все продукты имеют свой pH. Исследователи разделили их на две группы. Закисляющие и ощелачивающие. К первым относятся алкогольные напитки. То есть, к закисляющим относятся алкогольные напитки, газировка, выпечка, десерты, кофе, какао, молоко, сыр, творог, яйца, рыба, птица, мясо, картофель. Но это не значит, что это плохо, да. У нас есть просто индекс. Индекс, который нужно удерживать в различных средах. Вторую группу составляет зелень, бобы, овощи, фрукты. Да, это которые ощелачивают. Для того, чтобы обеспечить нормальный уровень pH в организме, необходимо питаться разнообразно. Однако, врачи советуют не злоупотреблять продуктами из первой группы. Полностью убирать из рациона не нужно. А вот сократить употребление стоит каждому. Врачи уверяют, что избыток закисляющих продуктов провоцирует кожные заболевания, снижает уровень иммунитета и приводит к онкологии. Кроме того, высокий уровень тислотности повышает риск возникновения остеопороза. Наконец-то добрались. Высокий уровень тислотности повышает риск возникновения остеопороза. Давайте еще раз. Вот основные моменты. Это закисляющие. Это алкогольные напитки, газировка, выпечки, десерты, кофе, какао, молоко, сыр, творог, яйца, рыба, птица, мясо, картофель. Ну вот, ну скажите, там же животные белоки. Я ничего не говорю сейчас. Я свои выводы не делаю. Просто сейчас читаю. Значит, врачи уверяют, что избыток закисляющих продуктов провоцирует кожные заболевания, там, остеопороз. Дело в том, что при злоупотреблении закисляющих организм продуктов количество ионов кальция в крови увеличивается. Это происходит с целью компенсации кислоты. Кальция берется из костной системы. То есть вы увеличиваете кислотность, значит, кальция начинает ее гасить. Кальция не хватает, он начинает браться из костной системы. Кальция берется из костной системы, а позже просто выводится вместе с мочой или кровью. В результате кости становятся хрупкими, а вероятность развития заболеваний суставов повышается. С другой стороны, дело не только в закислении. В первой группе мало клетчатки, много быстрых углеводов и животных жиров. Возможно, в жареном виде липфосфорий. А все, что доказано, связано с нарушением пищеварения, вплоть до рака кишечника. Так и с метаболическими нарушениями, проблемами иммунной системы. Так что PH далеко не единственный показатель, который связан с болезнями. Ну так, вот здесь разобрались, да, уже мы услышали, что это такое. Дальше, вот интересно еще, вот такая вещь. Кислотность в органах и средах организма отличается. В желудке более кислая среда. PH не менее 7, нормальная кислотность в процвете тела, желудка натощак 1,5-2. В антральном отделе желудка 1,3-7,4. В пищеводе нормальная кислотность 6,7. В луковице 12-перстной кишки 5,6-7,9. В соке тонкой кишки 7,2-7,5. В крови 7,35-7,45. В подкожном жире PH так же, как и кислотный PH. У костей щелочной PH, потому что они состоят из кальция. У печени слабощелочной PH, на уровне которого оказывается влияние пищи и напитки. Вот, дальше что у нас. Синовиальная жидкость Одна из характеристик, отражающая состояние синовиальной жидкости, щелочной показатель PH, PH равен 7,74, является самым высоким в организме. Для сравнения PH слюны 7,75, крови 7,45, нарушение от 7,35 до 7,45. У синовиальной жидкости 7,45. Помните, да, что высокий индекс это показатель щелочи, нулевой индекс это показатель кислотности. В синовиальной жидкости PH, нарушение кислотно-щелочного баланса сразу отражается на PH суставной жидкости. И негативно сказывается на ее качестве. Даже при незначительном смещении ее в кислую сторону происходит замедление молекулярного вращения. То есть PH, 7,74 это такая, ну, кислотно-щелочная среда. Ну, скажем, вот совмещенная среда, да, там присутствует и кислая, и щелочная среда. Вот они совмещены, и получается индекс 7,74. Но если смещение происходит в сторону нуля, да, понижается вот этот индекс, то происходит замедление молекулярного вращения. При этом наблюдается рост коэффициента трения, и недостатки такс-мазки приводят к механическим травмам суставных поверхностей, что в свою очередь приводит к деформации сустава. То есть, начинаете повышать кислотность, да, то есть понижение индекса это повышение кислотности. И у вас сразу сустав работает хреново. Но вы знаете уже, да, что синавиальная жидкость питает вашу хрящевую ткань. То есть, хрящевая ткань, она будет здорова при хорошей синавиальной жидкости, потому что в хрящевой ткани нету лимфы и нету кровеносных сосудов. То есть, она питается через синавиальную жидкость. Значит, при этом наблюдается рост коэффициента трения. Так, наибольшее снижение по аш суставной жидкости характерно для септического и ревматического атрида, псориатического артропатии, подагры, снижение щелочного показателя при этих заболеваниях и других формах артритов практически всегда свидетельствует об активизации патологии. Об ухудшении качества синавиальной жидкости можно судить по появлению характерных для поражения суставов симптомов. Поскрипывание, пощелкивание во время движения. Первые признаки поскрипывание, пощелкивание, болевые ощущения. Это второй признак ухудшения подвижности появляется позже. В рамках данного теста исследуется уровень натрия. Натрий – один из важнейших микроэлементов, основная масса, которая содержится в крови, в неклеточных жидкостях организма. Он принимает участие в поддержании водно-солевого баланса, нормальной работе нервных окончаний, передаче импульсов и сокращении мышц. Его достаточно присутствия в организме наряду с другими щелочными металлами, в частности калием, литием, магнием, помогает поддерживать оптимальный уровень PH организма. Если возникает угроза снижения PH, то они нейтрализуют кислоты, которые образуются при обмене веществ, или поступают в организм с продуктами питания. Соли, которые образуются как результат реакции нейтрализации в норме, выводятся через потовые железы и почки. Натрий поступает в организм с продуктами питания. Большое количество микроэлементов содержит практически все морепродукты, рыба, куриные яйца, крупы, бобовые, молочные, мясные, а также ряд овощей. Однако, основным источником натрия является поваренная соя. Усвоение натрия способствует витамин D, а пересоленая и белковая пища ухудшает его всасывание. Нехватка натрия может вызвать ухудшение памяти аппетита, головокружение, быструю утомляемость, обезвоживание организма, мышечную слабость, возможные судороги, высыпание на кожу, тошнота, рвот, спазмы желудка. Нехватка натрия и других щелочных металлов становится причиной повышения кислотности синавиальной жидкости. Избыток натрия чреват целым рядом осложнением, вызывает задержку в организме избытка жидкости и как следствие образование отеков. Знакомо вам, да, вот это образование отеков? Нарушение в работе внутренних органов, особенно почек и сердца, уменьшение уровня калия, кальция, магния, нарушение структуры костей и их истощение хрупкой за счет выведения организма кальция. Избыток натрия может стать причиной таких заболеваний, как остеопороз, истощение костной ткани, сбой в работе почек, приводит к ухудшению качества очистки жидкости в организме, как результат костиохондроза, отложение солей в позвоночнике, преимущество забедренных коленных суставов. Вот давайте на этом закончим сегодня. И смысл прочитанного. Вы услышали, что показатель натрия, калия, кальция, магния, это основные минералы, которые вы должны понимать, знать, сколько у вас их. Вот из тех, кто слушает, я уверен, что в комментариях, может быть, только один человек напишет, что он сдавал анализы по данным минералам, который знает, какая у него кислотность, что сдавал анализы на это. Я не говорю про кислотность всенавиальной жидкости, я говорю вообще про какую-либо кислотность. То есть, если какие-то серьезные сдвиги, аномалии нарушения, вот к этой PH относятся также и нарушения гормонального фона. То есть, любые нарушения будут нести, нарушения кислотно-щелочного баланса. Значит, и всенавиальной жидкости будет не в порядке. Значит, питание хряща будет плохим. Значит, хрящ не будет регенерироваться, не будет восстанавливаться. И вы сколько угодно пейте свои дорогие лекарства, которые вы тратите ползарплаты на хондропротекторы, которые вам говорят, что надо пить всю жизнь. Вас дурят, вам говорят, что вы должны приносить в аптеку деньги, потому что с нее кормятся олигархи. И вам говорят, ну вы же три месяца попили, надо полгода. Да нет, вам уже столько лет, пейте всю жизнь. И вот вы тратите деньги, надеясь, что не в этот год, так в следующий год у вас станет лучше. Вы стареете. Вместо того, чтобы понять суть вопроса, вы начинаете уходить в какие-то дебри и думаете, что чем больше денег потратите, тем лучше вам будет. И в конце я хочу сказать, что записывайтесь в группу, тренируйтесь со мной, потому что во всех статьях касательно суставов самая первая рекомендация – это лечебная физкультура. Чем мы занимаемся в домашних условиях. Никто там штанги не тягает, все занимаются суставной гимнастикой, потому что у меня накопился собственный опыт этой гимнастики. Более двух тысяч человек прошло через мою группу, и с каждым я общался. У меня есть какая-то своя статистика в этом направлении. И уже собраны блоки тренировочные до операции, после операции. То есть можно хорошо реабилитироваться, чуть-чуть быстрее там в сравнении там, потому что я сам себя снимал на костылях, и с палочкой, и как я тренировался. И все это вы можете смотреть. Месячный взнос стоит 560 рублей. Ссылка будет внизу в закрепленных комментариях. Всем пока. Длинное видео, 18 минут. Кошмар какой. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok